О результатах работы и планах на предстоящий год. Члены регионального отделения Общероссийского народного фронта провели ежегодную отчетную конференцию. В ней приняли участие активисты, эксперты, лидеры общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти региона. В ходе конференции подвели итоги реализации приоритетных проектов ОНФ за 2017 год и озвучили ряд предложений и рекомендаций в адрес окружной власти. Самое пристальное внимание в 2017 году активисты регионального отделения ОНФ обратили на проблемы Ненецкого округа в сфере экологии. Всероссийский проект фронтовиков, генеральная уборка и действующая в рамках проекта интерактивная карта свалок, по мнению активистов, показали свою эффективность. Жители региона активно включились в процесс выявления нелегальных мусорных свалок и объектов накопленного вреда. На карте они отметили более 180 горячих точек. Это очень актуально для нашего округа, потому что у нас большая территория и, в принципе, даже у органов государственной власти нет возможности знать, где что происходит. И в этой связи помощь жителей, она не просто нужна, она крайне необходима, потому что без нее решения этих вопросов быть не может. Гимна жителей была довольно-таки высокая. У нас, например, в Андерме один из жителей поселка Андерма отметил около 50 объектов только на карте свалок. Всего же неравнодушные жители Андермы нанесли на интерактивную карту свалок 67 точек. По словам активиста ОНФ Андрея Николаева, проблема накопленного экологического вреда характерна и для других уголков Неницкого округа. Речь идет о заброшенных объектах военной инфраструктуры, геологоразведки, метеостанций и других видов хозяйственной деятельности. То есть, вот, например, поселок Полярный, восточный Варандея, до сих пор остались емкости огромные, остались брошенные живые помещения, склады, железо, трубы, техника. То есть, такого очень много. На реке Адзве находится огромное нефтехранилище, порядка 16 емкостей, четырехэтажный дом. По словам Андрея Николаева, задача активистов ОНФ – показать обществу и власти, что хрупкая природа Арктики сегодня нуждается в очищении, ликвидации того ущерба, который нанесла и деятельность человека. По информации представителя Департамента природных ресурсов Сергея Чибисова, с 2011 года решается вопрос о включении Амдермы в реестр объектов накопленного экологического вреда Минприроды. В случае положительного решения регион сможет рассчитывать на федеральные субсидии. Одним из основных критериев – это все-таки разработка наличия проекта, утвержденного в прошедшую экспертизу по ликвидации объектов накопленного вреда. Мы идем на это, идем на затраты для того, чтобы все-таки нам в этом плане было возможно получить деньги федеральные. Еще одна глобальная проблема Неницкого округа – нелегальные полигоны твердых коммунальных отходов во всех населенных пунктах. Сегодня в Неницком округе до сих пор нет четкой стратегии по обращению и утилизации мусора. По словам Сергея Чибисова, в следующем году предстоит рекультивировать свалку в Наринмаре и разработать проектно-сметную документацию на рекультивацию свалки в поселке Искателей. Вопросы экологии остаются на контроле активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.